Обзац Обзац О книгах и писателях Джон Гришем – всемирно известный мастер юридического трейлера. Он начал писать, будучи адвокатом. Гришем не рассчитывал на большую популярность, а просто занимался любимым делом. Первая книга, вдохновленная судебными показаниями, не принесла денег или славы. Зато второй роман стал настоящим бестселлером. Сейчас книги Гришема переводят на 42 языка, издают многомиллионными тиражами и превращают в кинохиты. А у самого писателя появилось время писать не только юридические трейлеры, но и детские книги, а еще заниматься правозащитной работой. Всем привет, я Аля Булдаков, и сегодня я расскажу вам, как Джон Гришем из «Адвоката» стал писателем. 8 февраля 1955 года в американском городе Джонсборо, штат Арканзас, в семье Джона и Ванды Гришем родился второй сын, которого назвали в честь отца. Джон Гришем старший был строителем и фермером, а мать – домохозяйкой. Всего в семье было пятеро детей. В детстве мальчик Джон хотел стать бейсболистом, но бросил играть в 18 лет. Тогда в игре противник специально метнул мяч, чтобы попасть в Гришема и травмировать его. Мяч едва не попал, а ведь мог причинить серьезный вред. В подростковые годы Гришем много работал. Он был помощником садовника и сантехника, помогал строить заборы, клал асфальт. У родителей Гришема не было образования, но мать настаивала на том, что мальчик должен учиться. Будущий писатель сменил три колледжа, прежде чем выпуститься. В 1977 году он получил диплом бакалавра по специальности «Бухгалтерский учет», а позже отучился на юриста в университете штата Миссисипи. Изначально он планировал быть налоговым юристом, но эта отрасль показалась ему слишком сложной. Гришем стал работать адвокатом и заниматься уголовными делами и исками о вреде здоровью. В 1984 году, когда будущий писатель работал в суде округа Десота, он услышал показания 12-летней жертвы изнасилования. Юрист заинтересовался рассказом девочки и стал изучать материалы дела. Так у Гришема родилась идея первого романа. Он взял для сюжета показания девочки, но додумал, что случилось бы, если бы отец жертвы решил отомстить насильникам. Дебютный роман Гришема «Пора убивать» был опубликован в 1989 году. Печатать книгу отказались 28 издательств, но малоизвестная компания Винвуд Пресс все-таки издала роман пятитысячным тиражом. Это не принесло популярности и денег, поэтому Гришем продолжил работать юристом и писать книги в свободное время. Зато роман «Фирма», который вышел в 1991 году, имел оглушительный успех. Он вошел в список бестселлеров журнала «The New York Times» и уже через пару лет был экранизирован с участием Тома Круза. После фирмы Гришем написал романы «Дело о пеликанах», «Клиент», «Камера», «Золотой дождь», «Вердикт» и иные. Последовали и другие экранизации. В известной кинокартине «Дело о пеликанах» главные роли сыграли такие звезды кино, как Джулия Робертс и Дензел Вашингтон. Гришем признается, что внезапный успех принес ему не только положительные эмоции, но и стресс. До популярности семья писателя, он, жена, двое детей, жили обычной жизнью. После выхода второй книги поклонники буквально атаковали автора, пытаясь с ним познакомиться и подружиться. Но писатель продолжал жить тихо и спокойно жизнью в провинции. У него узкий круг общения, и он не стремится переехать в Голливуд или Нью-Йорк. После выхода романа «Фирма» Гришем перестал работать адвокатом. Исключением для него стал 1996 год. Тогда он выступил защитником семьи железнодорожника, погибшего на производстве. По решению суда клиенты Гришема получили 683 тысячи долларов. Это самая крупная компенсация в его юридической карьере. В том же году на экраны вышел фильм «Пора убивать» по мотивам первой книги Гришема. Кинокартина стала номинантом премии «Золотой глобус». В общей сложности автор написал больше 40 работ. 19 октября 2021 года у него вышла новая книга «Блестители», в центре сюжета которой судья, серийный убийца. Хотя книги Гришема популярны, критики к ним относятся неоднозначно. Но писатель считает, что рецензиям нельзя уделять слишком много внимания. Автор признает, что его произведение – не высокая литература, а популярная билетристика. Он не стыдится этого, а лишь надеется, что пишет тексты высокого качества. Гришем признается, что юридическое образование и практический опыт внесли вклад в его успех. «Я не думаю, что стал бы писателем, если бы не был юристом. Я никогда не мечтал стать писателем, не учился этому, не ходил на курсы творческого письма». Когда он бросил работу юристом, то взялся за правило писать один большой юридический трейлер в год. В свободное от писательства время юрист воспитывал детей и тренировал бейсбольную лигу. Когда дети выросли, у Гришема появилось больше времени. Тогда он задумался, сможет ли написать книгу на другую тему. С начала 2000-х годов у Гришема появились книги о спорте и детские книги, в том числе серия детских детективов про Теодора Буна. Однако основную известность автору по-прежнему приносят юридические трейлеры. Чтобы написать такой, Гришему нужно полгода. Когда книга закончена, нужно ей еще шесть недель, чтобы ее вычитать и отредактировать. И это, по словам автора, нелюбимая часть работы. Потом роман уходит в печать. Когда работа над юридическим триллером окончена, Гришем берется за детские или спортивные книги. «Я пишу каждое утро с 7 утра до полудня. Пять дней в неделю», — говорит автор. «Очень дорожу этими ранними часами с крепким кофе и большим пустым экраном. У меня есть возможность придумывать истории и развлекать людей. Мне очень повезло, что я могу это делать, и в ближайшее время не планирую снижать темпы работы». Гришем состоит в Совете директоров проекта «Невиновность». Его цель — оправдать несправедливо осужденных с помощью анализа ДНК и изменить систему уголовного правосудия в США, чтобы предотвратить несправедливость в будущем. Юристы проекта «Невиновность» сумели добиться оправдания «375 несправедливо осужденных человек». На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводят себя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова